Приветствую вас, смотрю книги вам уже посоветовали, вот, рекомендовали вам необходимую литературу для того, чтобы лучше понимать людей. Но я все же придерживаюсь мнения больше эксперта Лидии и считаю, что именно с неуверенностью в себе к книгам вы не справитесь. Потому что каждый человек из книг, он выносит свой опыт, он видит только то, что ему нужно видеть, он видит то, что он хочет увидеть, а книги несут все-таки некий такой общий смысл. И если вы хотите, по вашим словам, лучше разбираться в себе отражающихся, то, ведь лучше разбираться в себе, это что значит? Вот сейчас очень модно, наверное, говорить о том, что вот, нужно разбираться в себе, лучше понимать себя и так далее. Что это значит? Что значит лучше понимать себя? Это не означает того, что вы должны, знаете, постоянно себя анализировать, да, постоянно жить в какой-то рефлексии и так далее. Это не означает, что вы должны постоянно анализировать то, что вы делаете. Разбираться в себе, это значит уметь выставить град, выставить границу. Вместо, например, тем, чего хотите вы и тем, что от вас требуют. Между тем, что вы можете сделать и тем, что вы сделать не можете. Между тем, что вам на пользу и тем, что вам во вред. Вот, между тем, чего вы хотите, да, чего вы хотите истинно, чего вы хотите истинно, между тем, чего вы хотите серьезно и тем, что является вашими увлечениями, влечением и так далее. Понимаете? Вот это называется разбираться в себе, а не анализировать себя. Потому что, вообще-то говоря, анализировать себя вредно, анализировать себя опасно. Потому что человеческое сознание устроено так, что проанализировать само себя оно не может. И было бы странно, если бы могло. Тогда вряд ли были бы нужны психологи, вряд ли нужна была какая-то книга по психологии. Ну, та самая, которую вы хотите сейчас получить от экспертов. Понимаете? Если бы сознание могло само себя анализировать, но оно не может. Такова особенность этого образования человека. Такова его особенность. И эту особенность нам нужно принимать. Такой, какая она есть. Поменять ее мы не можем. Но и не нужен. Если бы сознание могло анализировать само себя, вряд ли мы были бы тем, кто мы есть. Вряд ли мы были бы людьми. Я имею ввиду. И тогда, безусловно, это не означает, что вы должны обязательно все время и постоянно, например, обращаться к психологам за помощью и так далее. Нет, это не значит совершенно, что вы должны это делать постоянно, но вам не нужно требовать от себя слишком многого, вам не нужно требовать от себя слишком сильного, слишком много того, чего вы сделать в принципе не можете. Вот это вам нужно понимать. Дальше. Дальше то, что касается уверенности в степи и упражнения. Мне кажется, что здесь вы немножко неправильно понимаете эту ситуацию. Я постараюсь объяснить почему. Во-первых, упражнений на уверенность в себе, именно упражнений как таковых, ну, наверное, нет. Потому что уверенность в себе – это не навык, который можно натренировать. Упражнение актуально только тогда и только там, где есть какой-то навык, который нужно, условно говоря, улучшать, который нужно, условно говоря, развивать. Вот это можно натренировать упражнением. Это можно натренировать путем исследования, например, путем исследования теории оперативного научения, например. Например, исследования теории Леонтьева, теории деятельности Леонтьева, да, и так далее. То есть вот это можно сделать. Эти причины неуверенность в себе, она имеет под собой несколько другие причины именно в силу самого своего существования. То есть сама природа неуверенности в себе такова, что имеет совершенно другие причины для своего наличия. Есть причины не в навыке, эти причины в неверном понимании себя, в неокончательном принятии себя и в некоторых искажениях, я бы сказал, в некоторых искажениях представления о том, что есть человек и каким он должен быть. Обычно первичная уверенность в себе, любовь к себе, безусловную любовь к себе воспитывают родители по началу. Именно они первые дают понять ребенку, что он самый лучший, что он хороший, просто в силу своего существования, просто в силу того, что есть и так далее. Если родители ребенку этого не дали по какой-то причине, то возникает тогда необходимость сразу же работать с детско-родительскими отношениями. Именно по той простой причине, что пока не будут проработаны элементы детско-родительских отношений, связанных с неверным осознанием себя, Вашей уверенности в корне взяться неоткуда будет. Потому что, чтобы вы не читали, чтобы вы не думали, все равно родительские отношения, родительское поведение, родительский сценарий, родительское влияние на вас, оно будет существенным. Ну, просто потому, что это был самый чувствительный период в вашей жизни, в детстве. И с этим нужно разбираться. Когда и если останется неуверенность только ваше собственное, лично. Это может быть какие-то обстоятельства в вашей жизни, какие-то моменты в вашей жизни негативные, которые повлияли на ваше восприятие себя и так далее. Вот, в этом случае, в этом случае, ну, во-первых, понятно, почему вы в себе не уверены? То есть, грубо говоря, неуверенность в себе это что? Это ваши какие-то слабые стороны, какие-то ваши минусы, какие-то ваши недостатки, которые вы считаете таковыми. И в первую очередь нужно понять, что недостатки есть у всех. Вот, не бывает людей без недостатков. Но какие-то недостатки являются органичным элементом у человека. И по сути тела продолжают его достоинства. То есть, без этих недостатков у человека не было бы его достоинства, и он не был бы тем, кто он ест. Такие недостатки следует себе принимать. А если на пути принятия этого стоят определенные блоки, то необходимо эти блоки прорабатывать и убирать. Есть и другой тип недостатков, которые можно назвать таким приобретенным, которые можно назвать условным, и эти недостатки можно купировать. То есть, можно поставить перед собой особые значимые задачи, которые, вот значимость которых, да, напрямую связана с наличием вот этих вот недостатков у вас. И при выполнении этих задач, недостатки будут уменьшаться, купироваться, а иногда и полностью исчезать. И таким образом вы сможете избавиться от неуверенности в себе. Кроме того, как правильно сказал опять-таки коллега Лидия, неуверенности в себе – это часто комплексы. А комплексы – это многостороннее, ну, не самое простое, аномальное образование в человеческой психике, состоящее из неверных понятий, из ассоциативных причинно-следственных связей, из невыраженных эмоций по какому-то поводу, по каким-то обстоятельствам и так далее, которые вы сами преодолеть не сможете. И здесь нужна работа со специалистом, никакие книги вам, к сожалению, не помогут, потому что разбирать каждый случай нужно индивидуально в данном моменте, в данном аспекте. И я рекомендую вам только именно в эту сторону и двигаться. Дальше. Дальше. Научиться лучше разбираться пишите вы, значит, себе и других. Про разбор себя я сказал, про разбор других скажу чуть позже, а пока хочется вам заметить про лучшее понимание себя и своих поступков. Знаете, человек не понимает свои поступки тогда, когда не отдает отсчета своих желаний. Когда он, по сути, руководствуется влечениями. Влечения – это желания, не представленные в сознании. То есть представления и сознания об этих желаниях у человека нет. И поэтому человек не понимает, что же он делает. Ради чего, для чего, чего он хочет. А не понимает человек потому, что к себе не прислушивается. Вам нужно к себе прислушиваться. Для этого необходимо бывать в уединении и доверять своим желаниям. Именно доверять. То есть не подвергать их сомнению. А если вы подвергаете их сомнению, то препятствия, которые доставляют вас это делать, так же нужно разбираться. Дальше. Для чего вам разбираться с других людьми? Как вы это хотите делать? Лучше понимать других людей? Понимаете, нельзя после прочтения книг каких-то однозначно лучше начать разбираться в людях. Потому что тогда бы, опять-таки, книги может прочитать каждый, а разбираться в людях, моде далеко не отказывает. То есть книга не дает возможность разбираться в людях. Да, какие-то типовые ситуации, какие-то типовые поведенческие модели, может быть, вы будете понимать лучше. Но стоит лишь только чуть-чуть пройти за рамки вот этих вот моделей, и вот тут же вновь будете не понимать чего-то. И вы опять будете искать книги, опять будете читать и так далее. Если вы хотите лучше понимать людей, то необходимо пройти полный курс обучения, ну или хотя бы психологические курсы, чтобы там уже получить фундаментальную базу знаний, которая и поможет вам универсально понимать людей. Но, опять-таки, повторю, делать это стоит только в том случае, если у вас нет своих проблем. Нельзя изучать психологию, если у человека есть свои проблемы. Это только навредит. Ну и, наконец, последнее. Повысить самооценку. Повысить самооценку, в принципе, можно так же, как и вы повышали свою уверенность в себе. То есть необходимо грамотно поставить задачи, которые имеют для вас определенное значение. Проанализировать условия, требования ваших средств и начать деятельность по их выполнению. При этом нужно понимать, что ряд задач, совокупные задачи, связаны между собой целью. И эту цель будет казаться по началу вам достаточно далекой. Но если вы будете грамотно ее развивать на задачи и выполнять именно задачи, то тогда постепенно вы будете к этой цели идти и однажды вы эту цель достигнете. Но здесь важно терпение, последовательность, выдержка и, наверное, размеренность. То есть не увлекаться, не рвать себе жилость, не действовать себе во вред. Потому что чем активнее вы действуете, тем больших результатов вы ждете. И если такие результаты не происходят с вами, то наступает разочарование и, как следствие, апатия. То есть вот это нужно точно для себя понимать. Вот примерно в таком ключе я и думаю, вам стоит двигаться. А книги, книги это лишь часть. Но это, к сожалению, а может быть и к счастью, не все и не самое главное. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку к Магу, если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего доброго и удачи!